Метод герметизации фиссур является самым эффективным методом экзогенной профилактики кариеса. Он предусматривает профилактику кариеса жевательной поверхности маляров путем запечатывания тактных фиссур и других анатомических углублений здоровых зубов адгезивными материалами, герметиками, что препятствует контакту зубной поверхности со слюной, микрофлорой и зубным налетом. Целесообразно проведение герметизации бороз зубов вскоре после их прорезывания. Первых постоянных маляров в возрасте 5-7 лет, первых при малярах в возрасте 9-10 лет, вторых при малярах в возрасте 10-11 лет, вторых малярах в 12-13 лет. В настоящее время для герметизации фиссур используют классические композитные герметики, герметики армакеры, текучие композитные материалы, а также компомеры и стеклоэномерные цементы. Композитные герметики по типу отверждения могут быть самоотвердевающие, либо фотоотверждаемые. Ребенку 7 лет проводим метод неинвазивной герметизации фиссуры первых постоянных маляров. Этапы герметизации фиссур. Первое. Тщательная очистка зуба от налета с помощью щетки и полировочной пасты, которая не содержит масел и фтора. Следующий этап – это изоляция зуба от слюны. Третье. Протравка эмали с 27% распором топорной кислоты, соответственно инструкции. Третье. Третье. Для промывания водой в течение времени, которая соответствует протравке эмали. зуба. Следующий этап – высушивание зуба. Следующий этап – высушивание зуба. зуба. После протравливания эмали должна стать белесоватого цвета. Следующий этап – нанесение и распределение герметика по фиссуре и облучение в соответствии с инструкцией в случае использования герметика, твердеющая под воздействием света. зуба. Следующий этап – контроль окклюзии. Последний этап – это аппликация торсодержащего раствора на обработанный узел. Качество герметизации оценивается через 1 неделю, месяц, полгода, год и 24 месяца.